Третья встреча, до этого мы снимали видео, где Игорь рассказывал, как он получал визу J1 в Москве. Вообще Игорь это человек, который будет работать вместе с нами, он будет работать непосредственно с клиентами. Так что многие из вас, люди, которые будут созваниваться с Игорем, вот уже будете иметь представление об Игоре. Это человек, который прожил в Соединенных Штатах. Сколько ты прожил? Я прожил 6,5 лет. 6,5 лет, то есть Игорь уже как гуру, как рыба в воде в этой теме, сможет на какие-то вопросы ответить. Связанные с Америкой. Так вот, первое видео мы снимали о том, как Игорь попал в Соединенные Штаты. Второе о том, как организовать бизнес. У Игоря был малый бизнес в США. Об этом можно будет тоже посмотреть на нашем YouTube-канале. Сегодня мы поговорим о том, как... Ну, первые шаги. То есть, первый штат для тебя это был штат Нью-Йорк, да? Первый штат был Нью-Джерси. Нью-Джерси, да. То есть, ты прилетел, давай, с самого начала, ты прилетел в 2003 году. В 2005 году. 2005 год, да. Да, это был 2005 год, я прилетел, значит, встретил меня, даже нет, не встретил, мой друг. Мы поехали, на самом деле, вместе со своим другом. Который не знал английский язык вообще. Который не знал английский язык. У меня был большой словарный запас, но разговаривать я толком не умел. Вот, поэтому свой первый опыт общения я получил на своей работе, значит, в магазине, а потом уже на стройке. Вот. Я помню, что английский, ну, в таком возрасте молодому он дается, конечно, легче, чем в возрасте больше, да, там, 30 или 40 лет. Вот. Поэтому я быстро уже схватил это все. Тем более, что я оказался в этой сфере, так скажем, безысходности, где я просто обязан бы разговаривать на английском, иначе я бы просто не выжил. Вот. Сразу вопрос, Игорь, сколько было денег с собой? Вот многих интересует, сколько взять с собой денег в США на первое время? Было за программу, мы отдали полторы тысячи долларов, я помню, и с собой, мне, значит, мама, я помню, дала 500 долларов. То есть всего у тебя было 500 долларов? Всего 500 долларов. Когда ты приехал? Ну, да. Да, насколько тебе их хватило, и как быстро ты оказался уже, ну, в социуме, начал работать, ну, и уже зарабатывать? Ну, 500 долларов, они, можно сказать, за первый месяц сразу улетели, потому что мне нужно, значит, я приехал с самого нуля, да, нужно было что-то, да, мы сняли жилье. Ну, сколько, что это было за жилье, где, в каком районе, и сколько, на сколько денег? Да, это был вот штат Нью-Джерси, город Уайлдвуд, это на побережье Атлантического океана, курортный городок. Вот, жилье мы платили 70 долларов в неделю. Это был такой двухэтажный домик, ну, у каждого было по своей комнате, у меня, у друга, там, еще у каких-то студентов, вот, то есть за комнату, вот, в этом доме я платил 70 долларов в неделю. Там была общая кухня, общий туалет и так далее. Ну, это в самом начале, потом уже мы, конечно, когда влились в эту всю сферу, прожили дольше, мы уже сняли крутое жилье, там, такой кондоминиум огромный, у нас целый этаж был наш, там, 4 комнаты огромные, вот, там все было круто, солидно, ну, в общем, ну, поначалу мы жили немножко в таких студенческих условиях, даже в штатах. За сколько я начал разговаривать? Там, да, в США, и чем твой английский, ну, смог ли ты быстро, ну, перейти на американский? Я же знаю, что английский, английский от американского отличается. Да, значит, за полтора-два года я освоил язык, прям, вот, бытовой английский язык полностью я освоил очень хорошо. Хорошо, помню, что как-то летом, значит, после двух лет жизни в Америке, летом я встретил русского парня, значит, в этом городке, и он... Так получилось, мы катались, я пошел кататься, значит, на американские горки, и так получилось, что я сел, значит, в эту вагонетку, и рядом со мной сел вот этот парень, но я его не знал совершенно. И мы вот как бы ехали, мы не разговаривали, вот, потому что мы не были знакомы, и я с ним разговаривал на английском, он тоже, значит, разговаривал на английском, но я понимал, что у него акцент, это было слышно. И потом, когда мы вышли с вагонетки, он мне сказал, я начал разговаривать с ним на русском, и он удивился, он говорит, ты русский? Он говорит, я все это время, вот, когда с тобой ехал в этой вагонетке, я думал, что ты просто, ты американец, ты не русский, как это так вообще, возможно? Ну, у меня еще там длинные волосы были тогда, я трассил, хиппи такой был, вот, но вот реально у меня был именно американский акцент, хороший, хорошее произношение, спустя полтора-два года жизни в Штатах. То есть это без школы, это просто ты на улице, ну, на работе? На работе, на улице, дома, да, в американской сфере, вот, то есть приобрел, да, язык именно так. И расскажи, вот многие спрашивают у нас подписчики по поводу продуктов, что в Америке там сложно какие-то продукты найти, что там все это сложно, там они какие-то химические, так ли это? Ну, там вот овощи, фрукты, там все это. А, где продукты питания? Где вы покупали и... Покупали мы, ну, в основном в больших супермаркетах, наш супермаркет назывался ShopRite, в котором я, кстати, работал в первое время, ShopRite, такой огромный такой супермаркет, ну, он типа нашего Ашама, только еще больше, он на самом деле еще больше был, вот. Нет, продукты, я бы не сказал, что... Ну, например, штат Нью-Джерси славится своими помидорами, потому что я какое-то время даже... У меня была такая работа, я продавал фрукты и овощи на улице, на грузовичке на таком. И помидоры там реально очень вкусные, там нет никаких химикатов, никаких добавок, там, пестицидов или еще чего-то. То есть, ну, просто так же, как и везде, нужно искать места, где эти продукты реально хорошего качества, без всяких добавок. Ну, например, в Америке есть такой супермаркет, он называется Whole Foods. Это как здоровая еда, значит, еда, как бы, насыщенная элементами, да, то есть, богатыми веществами. Вот. Там продукты, они немножко дороже, но они реально натуральные, то есть, без всяких примесей. То есть, овощи, фрукты и все, там очень хорошее. А зарабатывать можно в Америке столько, даже на обычной работе, что ты можешь себе позволить покупать продукты именно в этом магазине. Понятно. Одежда. Где покупали одежду? Одежду. Вначале мы покупали, ну, тоже, в больших супермаркетах. Это, значит, супермаркет назывался Walmart. Да, Walmart. Вот. Ну, в основном, когда я приехал, я, ну, я особенно, так скажем, не имел какой-то такой привычки, там, хорошо одеваться. Это вот в России, да, сейчас принято иметь такую дорогую одежду, да, вот. А там американцы, они как-то не заморачивались с этим делом. И носили просто самую обычную одежду с, там, джинсами за 10 долларов из Walmart и футболкой за 2 доллара. И я, в принципе, покупал такую же одежду, выглядел как американец, как они, и, ну, жил в этой сфере. И вот работая там, ты сумел накопить на бизнес на первое и организовать бизнес. Как раз то, о чем мы рассказывали во втором видео. Ну, да, на самом деле я за все время проживания в Америке поменял 19 рабочих мест. Об этом мы расскажем в нашем четвертом видео. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, в сеть DefisVisa, последняя буква Z, точка ком. И в нашу группу Facebook. Кстати, и в группу ВКонтакте мы тоже ее сделали. Ну, и Twitter, соответственно. Всех с наступающими новогодними праздниками, да? Да, всех с наступающим новым годом, peace. И, да, и достигнуть своей американской мечты в следующем году.